Здравствуйте, это программа тема дня на канале Айтон ТВ. Сегодня в студии Михаил Юровский. Премьер-министр Польши Беата Шидло в интервью польскому каналу ТВП в частности заявила очень неожиданную вещь на первый взгляд. Она заявила, что во-первых Европа должна встать с колен, пробудиться от литургического сна и начать думать о своих гражданах. Она также заявила, что политика, миграционная политика, проводимая Ангелой Меркель, играет на руку тем, кто сеет смерть среди людей. Это она сказала в контексте испанских терактов в Испании. С нами на связи по скайпу редактор еженедельника «Факты и мифы» Дариуш Дарек Цихол. Здравствуйте, Дарек. Добрый день, шалом. Шалом. Насколько для поляков и для европейцев вот такие достаточно резкие заявления премьер-министра Польши явились неожиданными? Все-таки это очень резкие заявления. Я бы не сказал, что очень резкие. Такие слова премьер Шидло и люди всей группы, всей правительства неоднократно высказывали. Причем употребляли слово гораздо сильнее, грубее даже, можно сказать. От чего это, да, хотите, наверное, спросить и как надо эти слова понимать? Прежде всего, это очередной шаг, рассчитан на внутреннюю, а не внешнюю политику. В главе Евросоюза, можно сказать, стоит сейчас бывший премьер-министр Польши, Дональд Туск. Он возглавлял партию, которая для Б.А.Т. Сыдло, нынешний премьер-министра, держала в Польшу власть 8 лет. Он стал, Дональд Туск и его партия, Гражданская Платформа, Платформа Обывательская. Они стали главным врагом партии, которая сейчас имеет большинство в Польшом Сейме, ПИС. Причем в главе Евросоюза, главой Евросоюза, Дональд Туск стал еще до того, как власти в Польшу пришла партия ПИС, которая выдвинула на пост премьер-министра, Б.А.Т. Сыдло. В это время начала выборная кампания, парламент, и одним из лозунгов, который поднимал ПИС, значит, партия, которая сейчас у нас власти, была как бы то борьба с беженцами. Это все было два года тому назад, два с половиной. Причем, когда Евросоюз говорил, что надо с этой проблемой что-нибудь сделать, что надо людям помогать, принять часть беженцев к нам, сразу партия ПИС кричала, что это будет очень вредно для польского народа. В смысле глубоким, непрямым, это обозначало, что партия, которую возглавлял в Польше Дональд Туск, как бы то обратилась против своего народа. И все. Так что сейчас уже управляет страной, партия Право и Справедливость, с Б.А.Т. Сыдло. В почти два года они начали как бы то политическую войну с Евросоюзом, с главными странами Евросоюза, в том числе с Францией и с Германией. И они просто не обращают внимания на результаты, на последствия своих слов, которые связаны с внешней политикой. Так что в Польше никто сильно не обратил внимания на слова нашей премьер-министры Б.А.Т. Сыдло, потому что мы к ним привыкли. Я немножечко удивился вашим звонком и просьбой, можем ли сегодня поговорить об этих словах, потому что на самом деле они никакого значения не имеют. И смысла есть значение. Вот просто пустое заявление. Ну что ж, интересное заявление для пустого, но давайте перейдем все-таки от частного отдельного примера, может быть, к более общим темам. Мне тоже очень интересно, я давно хотел задать этот вопрос и задаю, но вам еще задам впервые. Со стороны, вот с Ближнего Востока, по крайней мере, выглядит так, что Польша становится, она уже стала лидером Восточного блока Европы, и постепенно она завоевывает все новые и новые позиции в Европе вообще. То есть, то, что Дональд Туск сейчас является главой Евросоюза, это некое персональное назначение. Но может ли статься так, что Польша, поляки видят себя вообще лидерами Европы, вместо, например, тех же немцев или французов? Есть ли такие настроения в Польше? Значит, с нашей точки зрения выглядит все это чуть по-другому. Да, на самом деле во главе Евросоюза стоит поляк, бывший премьер-министр и лидер партии «Гражданская платформа», господин Дональд Туск. Это правда. Но он не имеет никакой поддержки политической со стороны Польши. Как его совсем недавно, и сколько месяцев, выбирали на этот пост на очередные два года, на 28 стран, которые имели право активного голоса, 27 было за ним, за тем, чтобы Дональд Туск остался во главе Евросоюза. Была одна страна против Польши. Почему? Ну, конечно, это глупый политический и дипломатический шаг. Но просто партия, которая сейчас при власти, особенно ее лидер, господин Ярослав Качинский, не разрешил polskому министру иностранных дел и премьер-министру, но тоже как бы то выдвинуть и поддержать кандидатуру Дональда Туска. Так что с вашей стороны, как бы то с восточной, как вы сказали, да, видно, что о Польше говорится в мире, видно, что во главе Евросоюза стоит поляк, но это все. Это не до конца так. Польша как страна, как правительство Польши, своего гражданина Дональда Туска не поддерживает на его посте, а отношения с другими странами Евросоюза очень-очень резко ухудшаются, плюс ухудшаются отношения политические с самым Евросоюзом как таковым. Значит, если вы сказали, что Польша становится как бы то лидером восточного блока в Европе, меня спрашивают, а кто находится в этом блоке? Ну, конечно, это, в скобках говорю, сильно сказано, но очень-очень плохие. С Германией плохие. Значит, с кем у нас хорошие отношения? Такого блока нету. Единственная страна, которая нас как бы то поддерживает, но тоже поддержала кандидатуру Дональда Туска, это Венгрия. Почему? Потому что строй, который нынешние лидеры нашей страны решили ввести в Польшу, в значительной степени напоминает тот строй, который сейчас в Венгрии. Я его, польский, называю мягким фашизмом. Знаю, что это сильно сказано, но знаю тоже, что говорил. Что ж, очень интересное заявление. Я не ожидал такого ответа, но очень интересно. И опять же, коль скоро вы упомянули, а я не могу это пропустить, отношения с Украиной и с Россией. Давайте, может быть, начнем с Украины, потому что я вижу, вот буквально сегодня обсуждал со знакомыми украинцами, вот после отмены визового режима, вот насколько ощущается в Польше наличие трудоэмигрантов с Украины, легальных трудоэмигрантов, которые едут по приглашению польских работодателей и работают на благо польского народного хозяйства. Если могу, на секунду, я хотел бы вернуться к первому вопросу, на одну секунду. Да, да. Чтобы вам объяснить, в чем заключается как бы то истерия нашего правительства. Как думаете, сколько сотни тысяч беженцев Евросоюз предложил нас, попросил, чтобы мы приняли? Сколько? Триста-четыреста тысяч, если я не ошибаюсь. Ошибаетесь. Дело идет о группе семь тысяч. Не семьсот, не семьдесят, а семь тысяч. И мы, как страна, не соглашаемся с тем, чтобы они к нам приехали. Кстати, в чеченцах у нас было порядка 35 тысяч. И как бы то мы ислама не почувствовали. Ладно. Это интересный факт. Я рад, что я ошибся, а вы заострили на этом внимание. Очень интересно. А теперь вернемся к украинским трудомигрантам. Значит, сложно сказать, сколько украинцев сейчас на территории Польши. Как бы то официальные данные говорят о том, что это где-то группа семьсот, восьмсот тысяч. Легальных, легальных. Легальных, легальных, легальных. Ну, значит, таких, которые имеют уже право жить, живут как бы то официально и работают официально. Группа минимум, которая вроде бы тоже официально, но еще не успели всего оформить, которая у нас работает, это по счетам посольства Украины как минимум миллион. Польшие эксперты говорят, что может быть на территории Польши даже до двух миллионов Украинцев. Кстати, еще раз к беженцам вернусь. Скажем, даже один миллион Украинцев. Да? И плюс 30 тысяч чеченцев. На самом деле, Polская католическая церковь, полский кастер, не почувствовал нас в своей спине. Ни ислама, ни греко-католиков. Ладно, возвращаемся к украинцам. Самая большая группа этих людей, это, конечно, не беженцы, а просто эмигранты, которые приехали в Польшу за работой. Нету в Польше никаких проблем с ними связанных. Нету. Нам тяжело даже думать об этом. Что бы случилось, если бы они вдруг уехали? Наш трудовой рынок бы этого не выдержал. Потому что огромнейшая группа поляков, как минимум два миллиона молодых людей, уехали за работой в западные страны. Что случилось после того, как приняли их в Украину в группу Шенген? Да, мы почувствовали, что часть из них уехала из Польши. Так что у меня есть знакомые, на которых еще недавно украинцы работали. Сейчас уехали, работают за деньги в три-четыре раза больше в Германии или во Франции. Так что я думаю, что группа украинцев, которая в Польше будет постоянно и в будущем, не будет сильно уменьшаться. Те, кто захочет из украинцев поработать, заработать неплохие в сравнении с Украиной деньги, приедут в Польшу. Почему? Я договориться без проблем можно. Так что не представляю себе жизни без этой группы. Что же, это тоже очень интересное заявление. Спасибо большое за ваш комментарий. Это была программа «Тема дня» на канале Этон ТВ. В студии был Михаил Ировский и с нами на связи по скайпу был из Польши. Был ответственный редактор популярного польского издания «Факты и мифы» Дариуш Цихол. Спасибо, Дарик. Спасибо. Последний номер. Последний номер. Покупайте. Всего хорошего. Оставайтесь с нами. До свидания.